Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня в России начались выборы различных уровней. В большинстве субъектов они проводятся в течение трех дней. В Карачаево-Черкесии избирательные участки открылись 8 сентября в 8 утра. Жители республики имеют возможность определиться с кандидатурами депутатов в Государственный Думу России, а также представителей в органы местного самоуправления нескольких районов. О первом дне трехдневного голосования в сюжете Артур Мкце. Выборы в Нижнюю палату федерального парламента сегодня стартовали в Карачаево-Черкесии. Кроме того, жителям с семи районов предстоит определиться с составом органов местного самоуправления. Несмотря на то, что у граждан есть возможность реализовать свое избирательное право в течение трех дней, уже в первой на многих участках отмечена довольно высокая активность. Люди извещены, информированы. Впоследствии мы уже работали непосредственно со списком избирателей, уточняли списки избирателей, количество избирателей, подготовили помещения для удобства избирателей, определили места для наблюдателей. Сегодня с 8.00 до 20.00 работа ведется. Явка с утра высокая. За плечами многих членов участковых избирательных комиссий это далеко не первое подобное мероприятие. С каждым новым голосованием они совершенствуют свои навыки. Точно знают, как правильно организовать места для голосования и территорию для размещения наблюдателей. Сейчас к депутату очень много требований, и депутаты, конечно же, должны быть активны, они должны по большей степени находиться в регионе, слушать, заботиться о людях, выполнять поручения людей. То есть самое главное, они не должны быть инертными, они не должны просто отсиживаться. Даже если человек выступает, может быть, не так часто, будучи депутатом в Государственной Думе, но самое главное, а что он делает, в каких участвует проектах, насколько он помогает людям. Жители Карачаево-Черкесии уже в первый день выборов демонстрируют довольно высокую явку, что говорит о небезразличном отношении к своему будущему. Голосование завершится 10 сентября в 8 часов вечера. У населения республики еще есть время, чтобы сделать выбор в пользу того из пяти кандидатов, который им видится оптимальным представителем региона в Государственной Думе Российской Федерации. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В течение всех трех дней с 8 по 10 сентября ход голосования в Карачаево-Черкесии мониторят политологи, эксперты и наблюдатели. На базе Общественной палаты республики был открыт Центр общественного наблюдения, куда в режиме реального времени поступает видео со всех избирательных участков. Специалисты рассказали о том, как проходил первый день голосования. Весь день мы имели возможность наблюдать, как проходит голосование. Хочется с удовлетворением сказать, что никаких значимых нарушений, ну практически вообще нарушений, на данный момент, значит, нами не было обнаружено. Вообще, в целом, процесс голосования происходит, как ни странно, вроде бы первый день, достаточно активно, судя по, опять же, изображениям на видеостене. Удивляет процент людей, которые в первый же день пришли на выборы на избирательные участки. Все организовано достаточно четко, нигде никаких проволочек. Люди получают бюллетени, подходят, делают свои выборы, отпускают в корзину. То есть, все идет так, как запланировано на данный момент, и нарушений нами не выявлено. Завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего местного жителя в убийстве двух братьев. Следствием установлено, что 23 апреля этого года обвиняемый, встретившись с двумя своими родственниками в ауле Верхняя Теберда Карачаевского района на почве имущественного конфликта, произвел в них несколько прицельных выстрелов из принадлежащего ему ружья. В результате полученных ранений пострадавшие скончались на месте. Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 20-22 градусов тепла. Карачаева Черкесия приняла флаг столетия создания подразделения участковых уполномоченных полиции у Кабардино-Балкарии и передала эстафету Адыгеи. Участники отметили важность подобных мероприятий для популяризации службы участковых уполномоченных полиции, организации взаимодействия региональных органов МВД России, а также патриотического воспитания прежде всего подрастающего поколения. Сотрудников полиции с передающей и принимающей сторон поздравили представители полицейских классов, твердо обещая быть верными Родине и стать достойной сменой. В рамках Всероссийской акции «Вода России» сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии и Кубанского лесничества, администрации Эль-Таркачского поселения и волонтеры провели уборку территории Эль-Таркачского минерального источника. В акции по сбору мусора приняли участие 123 человека. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Всероссийская акция «Вода России» – одно из масштабных экологических движений страны. У нас в республике данное мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Территория Эль-Таркачского минерального источника является излюбленным местом отдыха. Но, к сожалению, люди не убирают за собой, и в итоге местность бывает завалена мусором. Представители Минприроды Карачаева-Черкесии отмечают, что цель данной акции – сохранение экологии нашего региона. Мы ежегодно занимаем второе место в рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации по количеству участников, по протяженности мест, которые мы убираем, рек, которые очищаем и так далее. Сегодня здесь участвуют Министерство природных ресурсов, представители Кубанского лесничества, представители сельского поселения. Одна из причин загрязнения нашей живописнейшей природы – это мы сами. Участники акции собирают весь мусор в специальные мешки. Важно подчеркнуть, что уборка проходит на территории слияния рек Чегет-Тубю и Эль-Таркач. Подобное загрязнение у берегу рек может привести к плохим последствиям. И поэтому мы и выбрали этот участок, отмечают собравшиеся. Очень много всегда мусора, даже если мы убираем на одних и тех же местах, особенно в весенне-летний период, мусор накапливается буквально за неделю. За неделю вот такими машинами. Поэтому очень важно, хотя бы за собой, каждый, кто приезжает на Нарзаны, на речку, хотя бы за собой пакетик взяли, выбросили. Благо, министерствам везде мусорные баки поставлены, на каждом выезде везде есть. 123 участника акции дружно убирали мусор, а собранные мешки загружали в специальные машины для перевозки отходов. В экологическое мероприятие внесли свою лепту и молодые волонтеры. Я считаю, что в нашем регионе очень важны такие акции, поскольку нужно сохранять нашу планету, потому что она – это наш общий дом. Хочу пожелать людям, чтобы они убирали весь мусор за собой, чтобы не было потом вот этой вот ситуации. В итоге участники акции «Вода России» собрали 150 мешков мусора. Важно отметить, что более массовая акция, где будут принимать участие все сельские поселения, пройдет 13 октября. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. На базе учебно-тренировочного центра Северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России приходят сборы с летным составом авиационных формирований МЧС. Один из наиболее зрелищных этапов проходит на территории Карачаева-Черкесии. Акватория Кубанского водохранилища, к слову сказать, становится местом для проведения столь масштабного мероприятия во второй раз. Авиаторы отмечают, что место для отработки тренировочных упражнений выбрано не случайно. Регион привлекает внимание с точки зрения географического расположения. Есть возможность потренироваться и надводной поверхностью, и в горах. Мероприятие проводится в целях совершенствования навыков летного состава авиации МЧС России при выполнении спасательных работ на воде, оказании помощи и эвакуации пострадавших в горной местности с применением авиационно-спасательных технологий, а также тушения ландшафтных пожаров. Сборы помогают улучшить навыки летного состава и спасателей при оказании помощи терпящим бедствия на воде и в горной местности. Сотрудники Управления госавтоинспекции МВД по Карачево-Черкесской республике совместно с Министерством образования и науки провели на базе Центра развития номер 11 Черкеска региональный этап конкурса «Безопасное колесо». В региональном этапе соревнований приняли участие команды юных инспекторов дорожного движения из общеобразовательных учреждений Карачева-Черкесии, победившие ранее на районном этапе конкурса. Ребята демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, рассказывали правила дорожного движения и проходили тематические испытания. Подробнее расскажет Мураджен Кёзов. Азартные состязания, новые знакомства и получение ключевых навыков, которые помогут школьникам стать законопослушными участниками дорожного движения – всё это про конкурс «Безопасное колесо». Всероссийский конкурс и его региональные этапы проводятся ежегодно, и основной целью его проведения является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения. «Подобного рода мероприятия, которые мы проводим, в том числе вот этот конкурс, конечно же он у нас способствует тому, чтобы детишки у нас повышали уровень самосознания, повышали уровень знаний касаемо правил дорожного движения, и уже в каких-то тех или иных дорожных ситуациях они уже будут знать, как себя вести. Если мы берем элементарно же вот этот конкурс вождения фигурного, есть определенные ситуации, из которых необходимо выходить. Где-то они могут, допустим, ошибиться, и уже в дальнейшем где-то справляются. Ну, то есть есть такие моменты, которые и в жизни пригодятся в дальнейшем. То есть где-то приходится уже учиться и на своих ошибках. Касаемо теории ПДД, естественно, понятное дело, что детки все у нас готовились, изучали какие-то определенные моменты, которые, согласно законодательству Российской Федерации, где-то уже будут их применять, будут между собой соревноваться. И сам факт соревновательный, вот этот момент, тоже подстегивает детей. Они, конечно же, будут делать все для того, чтобы свои знания вот эти в дальнейшем тоже повышать. И мы, естественно, будем на постоянной основе делать так, чтобы вот проведение этого конкурса у нас улучшалось, и детям было все интереснее участвовать в них. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие детские команды из районов республики. Юные инспекторы прошли несколько этапов состязаний. Программа мероприятия включает в себя экзамен по знанию правил дорожного движения, тест по оказанию первой медицинской помощи, автогородок, велополосу препятствий на время, командное решение задач «Безопасный путь домой» и творческий конкурс. Ежегодно региональный этап конкурса «Безопасное колесо» проходит на базе городской пилотной площадки по изучению правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году у нас участвуют 7 команд из 7 районов Карачаева-Черкесской республики. В команду составляет 4 участника, 2 девочки и 2 мальчика в возрасте от 10 до 12 лет. Конкурс «Безопасное колесо» проводится в 4 станции. Это теория медицины, теория правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда и творческий этап конкурса. В этом году движение ЮИД отмечает свой юбилей, 50-летие и как раз конкурс «Безопасное колесо» тематически приурочен к 50-летию ЮИД. Участники конкурса на каждом этапе показали хороший уровень подготовки и командный дух. По итогам всех этапов состязаний лучший результат показала команда школы номер 11 республиканской столицы. Они и поедут на финальный этап всероссийского конкурса, который пройдет 30 сентября в Анапе Краснодарского края. Мурат Шантьозов, Вести Карачаева, Черкесия. С 11 по 14 сентября с 10 до 13 часов в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева будут проходить приемы граждан по вопросам правовой поддержки. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу. Черкесск, Ленина 154 или по номеру телефона 20 12 12. Премьера шпионской драмы «Лихорадка». Только на медиаплатформе «Смотрим». Это шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело и любовь, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять крота, проникшего в их ряды. 7 сентября подписчики медиафлатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерному многосерийному фильму «Лихорадка». Это все вести на сегодня. Далее смотрите музыкальное шоу «Ну-ка все вместе». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!